МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомелю, студии Маргарита Шубукова. Добрый день. На сегодняшнем посяжении Гомельского облаканкама докладнены приоритетные накерунки развития экономики. Першая черговая вага будет надаваться экспорту, створению новых працонных мест и росту реальной зарплаты. Олег Сентюров потекает себя перспективами. Первый квартал был непростым для всех регионов Беларуси. И хоть по широку показчиков Гомельская в область сяруст-лидеров, но это все равно не той узровень, який плановался в минулом году. А тому сегодня необходимо окажуть зверить ориентиры. Первое выполнение доведенного задания по будильнице жилья, значное снижение запасов готовой продукции и становшее сальдо, внешнего гандлю под проемствами коммунальной майомости. Это плюсы пешего квартала, а тому, козаць, об вельми уже значных проблемах не приходится. Нават невыконанные покажчики не дают подставу для негативных выводов. Валовый региональный продукт только на 2,5% меньше запланованного. Продукционная спрация греху больше, чем на 1%. При тем, что на Гомельщине добро ведут, что работать в такой ситуации и на какие сферы необходимо звернуть першочерговую увагу. Основные – это валовый региональный продукт, это экспорт, потому что наша экономика открытая, это создание новых рабочих мест на новых предприятиях и на действующих предприятиях, а также заработная плата. Вот, наверное, эти четыре показателя с той массой, по которой мы себя контролируем, это основные, на которые мы сегодня обращаем внимание. Безусловно, привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для развития экономики. Что-то для создания новых прационных мест, то у сельской местности и невеликих городах упор, зарубленный на приватный сектор, плюс новые вытворчасти, повинны открываться на действующих предприятиях. Во умовах проведения оптимизации колькости працующих для снижения затрат необходимо предупредить для людей иншую занятость. Тем больше, что укорнение новых видов послуг и выпуск новой продукции повинны становочим чином отбиться и на областном бюджете. В первом квартале поступлений склали 3 триллионы 140 миллиардов рублей, но это всего на 3% больше, чем было за аналогичный летний период. У таких умовах все социальные программы и выплаты профинансованы в полном объеме, но некоторые расходы по колькости пришлось препинять. Мы уже оптимизировали расходы, точнее зарезервировали на сумму 725 миллиардов рублей, сдержав расходы не первоочередного характера. К ним относятся капитальные расходы. Это стройка, это капитальные ремонты, это приобретение оборудования. Жить необходно по сродках. Гэты словы на посяджение Аблоконка могучали не одной. Все не просто экономичная ситуация, а ле коли реально бачить ориентиры, перспективы сдаются не такими уже и дренными, тем больше, что у соковику уже означены тенденции, якея дают подставы для оптимизму. Динамика действительно просматривается положительная, промышленность показывает определенный рост индекса физического объема по производству. Но, в принципе, всего надо сказать, что время непростое на фоне мирового кризиса, на фоне тех колебаний, которые происходят с курсами валют. У нас задачи стоят большие. Олег Синтеров, Яген Макеенко, телерадио компания «Гомель». На передо дни свято працы, якою означается 1 мая, областным объединением профсоюзов отбылся у расиста прием. На им запленную шматгодовую працу были означены представники розных профессий. Юбилейные медали 110 годов профсоюзному руху, специальные грамоты и теплые слова поддяки. Усяго было означено 48 человек. Узнагороды и веншавания отримали представники профсоюзного актива в области и те, кто вызначился высокими профессийными досягнениями. Это у приватности медики, наставники, социальные работники, юристы. При этом як завышальные работники, так и керавники. Особливо означены те, кто в своей працонной деятельности связаны с ликвидацией наступства авары на Шарнобыльской АЭС. 1 мая – это праздник труда. И к этому празднику мы стараемся по максимуму отдать дань уважения и признательность оценить труд своих социальных партнеров, своих сторонников, тех людей, которые, в общем-то, делают немало добрых дел и для своих трудовых коллективов, и для своих первичных организаций. Выники работы податковых инспекций у первом квартале разглядели у Гомеле. Тры месяцы 2016 года характеризуются у целым стануча. У местные бюджеты поступило больше за 3 триллиона рублей, это 101,7% до узровня минулого года. Додатковый бюджет накеравано 75 миллиардов рублей. Основную участку в поступлениях займают выплаты от предприемств державного сектора экономики, коля 25% недержавного сектора. Индивидуальные предприемальники уносят 2%, физичные особы 5%. Задачи на другий квартал стоять серьезные. Треба повелишить поступление в бюджет, прикладно, на 1 триллион рублей. В первом квартале минавито такую сумму податковые инспекции не дотримали. За счет улучшения работы в экономике. Мы по первому кварталу 2016 года недобрали вышеуказанную сумму за счет изменений, которые произошли в налоговом законодательстве. Недопоступление от Мозырского нашего нефтеперерабатывающего комбината составило действительно большую сумму. Но эта сумма денег может быть направлена предприятием на развитие свой производственных процессов. Вода, огонь, земля, поветро и их роли в житии человечества. Интерактивная выстава института имя Йота «Экомысление в учимся у природы» открылась в областной библиотеце имя Ленина. Выстава представляет факты про четыре стихии, люстру и становочие и отмолвные аспекты взаимодействия человека с природой. Так само тут можно найти наглядные приклады того, який уклад в изменение экологической ситуации уносит каждый человек. У одной секции, например, можно провести разлик, кольки в углекислого газа вырабляет каждый. У других пройти тест на веды про воду и сдобыть огонь. Безусловно, сознание людей очень сильно изменилось за последнее время, и мы это наблюдаем в повседневной жизни. Допустим, каждый раз, когда я прилетаю на самолете в аэропорту и хочу выбросить, допустим, бутылку от уже использованной бутылки Кока-Колы, я всегда задумываюсь, в какой же из этих контейнеров, которые обозначены различными цветами, мне ее следует выбросить. Потому что, вы знаете, что есть раздельный сбор мусора, различный металл, бумага, все это должно сортироваться отдельно. Ну и людей постепенно к этому приучают. Экспозиция проставлена в Беларуси у Першиню, и она различена не только на тех, кто текавится экологией. ГТШ – допоможник по немецкой мове. Усе элементы сопровожаются отповедными подписами. В первую очередь хорошая практика для детей, которые учат язык в школе. Мы очень радуемся, что мы можем где-то применить свои знания. На жаль, экологичная самосвядомость развита не во всех. А в этом свешать выники позапланового рейду, які провели на сожи инспекторы природы Аховы. Было доследовано, коля 30 километров у Ракея и притоков. Як вядома, до середины мая, денежная заборона на ловлю особных видов рыбы. Так само есть обмежование по способах ловли. Например, без выкористания плаусродков и не больше, как одной водой. Порушение у этих правилов подчас рейду не выявлено. Только в одном выпадку было сделано вустное попереджение за ловлю заходом в воду. Дарыш и штраф за порушение 20 базовых величин. Рыбаков-браконьеры у природахонники не затрымали, а вот их недавно усталяванные сетки подняли с воды. Место по заправной ловли затокали шведской горки и севруки. По сегодняшнему рейду было замечено приблизительно около 200 рыбаков. Все ловили с берега одной удочкой, либо одним спиннингом. Также осмотрели один автомобиль на том участке, где ловится, бывает в ловах судак. На судака в данное время запрет отдельный, его запрещено вылавливать. Никаких нарушений не выявлено. Это радует. И об спорте. У Гомеле проходит республиканский чемпионат Державного комитета судовых экспертиз. Сегодня другий гульнявый день, а завершится с поборництва у пятницу. Гэта чемпионат третий по лику, и он з'является одним из этапов круглогодовой спартакиады ведомства. Пакуль пройшли с поборництвы по лыжных гонках и шахматах. У агульным залику лидеру Витебска областное управление. У делу чемпионате по мини-футболе приимают 8 команд. По одной от кожного областного управления, Минского городского и Центрального аппарата. Дарыша, пакуль только футболисты Центрального аппарата выигровали чемпионат. В этом году соперники мают намер порушить эту традицию. На попереднем этапе команды поделили на две группы. После группового этапа уладальники перших и других местов разыграют у знака роду в плей-офф. По итогам таких чемпионатов, спортивных мероприятий, формируется сборная команды Государственного комитета судебных экспертиз для участия в межведомственных республиканских соревнованиях, а также чемпионатах белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Дарыша Державному комитету судовых экспертиз только три года, однако он поспел уже заявить про себя на ведомственных спортивных споборництвах. У 2015 годе комитет занял третье место огульным заліку спортикяды Державных органов физкультурно-спортивного товариства «Динамо» «Спортивное братерство». Гэта и іншые новини вы можете знайсти на нашем сайте в интернеті по адресі www.cvrgomil.by. На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин